Сегодня в Караганды начался беспрецедентный судебный процесс. Впервые в истории Казахстана гражданин требует вернуть ему почти 4 миллиона 800 тысяч тенге, закупленный у государства автомобиль. Ранее машина принадлежала департаменту юстиции Астаны. Но только после покупки мужчина узнал о том, что номер мотора внедорожника перебитый, и авто числится в угоне. В итоге он остался без денег и без автомобиля. Возникает право на взыскание неустойки. Неустойка рассчитывается согласно статье 30 закон о защите прав потребителей в размере 1% от стоимости товара. В данном случае эта сумма составляет 47 626 тенге в день. То есть сроки нарушения права потребителя на сегодняшний день гораздо больше, нежели то, что мы предъявили. Однако справедливую с точки зрения законности неустойку Юрий Джуманиас решил не требовать. Он посчитал, что 470 тысяч ему хватит, чтобы компенсировать то, что полгода он не мог пользоваться машиной. Все это время он добивается расторжения договора купли-продажи. Неисправный ландкрузер Прада он купил с торгов на сайте департамента госимущества и приватизации Астаны. Ранее на машине ездили сотрудники столичного департамента юстиции. Но при оформлении машины на себя Юрий узнал, что внедорожник числится в угоне. Ранее он проходил по уголовному делу, в октябре был изъят в доход государства. Полицейские забрали машину у нового владельца и поставили на штрафстоянку в Астане. А вот вернуть деньги госструктура продавец отказалась. Пришлось подавать иск о взыскании с департамента госимущества и приватизации Астаны неустойку. Возмещение морального вреда 100 тысяч тенге и представительские расходы. Ответчик же считает, что должен отвечать владелец автомобиля. Это департамент юстиции. А в Астане пока только разбираются, как угнанную машину могли поставить на баланс государственного департамента. В данном случае департамент госимущества является всего лишь организатором торгов, оператором в этой сфере. За предоставленные информации, за достоверные сведения по данному объекту несет ответственность баланс содержатель. Часть в взыскании суммы, это уже как суд решит, а в принципе по возврату мы не возражаем. Продолжение следует...